Летние дни большинство ульяновцев предпочитают проводить за городом. Соответственно, и воды требуется больше для полива огорода и бытовых нужд. Проблема с водоснабжением обострилась вновь. Жители села Инганаева Чердоклинского района уже много лет не могут её решить. Население у нас большое. По 2 тысячи населения села Инганаева – это взрослое население. И молодежь остается в деревне, строит, женится, строит дома. И с этим растёт потребность в воде. Но теперь, кажется, проблема решена. В населённом пункте установили новую водонапорную башню Рожновского. Резервуар с водой объёмом 25 кубов и высотой 17,5 метров установили неподалёку от старой башни, на которой возникали протечки и перебои из-за физического износа. Пробурили и новую скважину. Теперь даже в часы пик жители села будут обеспечены чистой питьевой водой. «Разработан план работы на 5 лет. И уже в прошлом году мы по 17 населённым пунктам приняли решение, а это установка новых башен и бурение новых скважин. В этом году мы по наиболее проблемным населённым пунктам продолжили работу». Хорошие новости и для жителей села Богдашкино. В населённом пункте также пробурили новую водозаборную скважину. Жители своей проблемой поделились в соцсетях. Просьбу сельчан перенаправили профильному министерству через систему «Инцидент». «Пуск этой новой скважины, мы надеемся, эту проблему решит. Но также мы хотим, чтобы вторым этапом было строительство башни Рожновского. И тогда проблема будет решена полностью». Вопрос с доснабжением остаётся открытым сразу в нескольких сёлах Чердоклинского района. К устранению неполадок обещали подойти комплексно. «У нас поставлена задача губернаторам завершить все работы по ремонту водозаборных скважин, башен до 15 июня. То есть для того, чтобы жители в самый пик поливочного сезона, в пик водоразбора не испытывали проблем. Все подрядчики адекватные, все с опытом. Мы уверены в том, что данная работа будет выполнена в срок и надлежащего качества». В 2021 году на повышение качества водоснабжения предусмотрена рекордная сумма 397 миллионов рублей. Работа ведётся по федеральному проекту «Чистая вода» и программе поддержки местных инициатив.